Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машито. Сегодня у меня израильская кухня и я приготовлю очень вкусное печенье по вкусу как халва с кунжутной пастой тахини и овсяными хлопьями. Также добавлю орехи и изюм. Получается обалденно вкусно, готовится очень просто и быстро. В этом видео я расскажу, как приготовить кунжутную пасту самим. Приступаем! И традиционно показываю источник. Рецепт я нашла в книге, которую вы видите на экране. Ее когда-то мне привезла сестренка из Израиля. Так что аутентичный рецепт! Ну а теперь давайте готовить вместе! В миску кладу мягкое сливочное масло. Чтобы печенье имело вкус халвы, необходимо добавить пасту тахини или еще ее называют хина. Вот так она выглядит. Консистенция как жидкая сметана. У меня она покупная. Если у вас нет продажи, приготовить самому очень легко и просто. Поджарьте кунжутные семена, поместите в блендер и взбивайте до образования пасты. Если блендеру тяжело перемалывать, добавьте столовую ложку растительного масла. Если нужно, добавьте столовую ложку воды. Теперь добавляю одно яйцо и один белок. Взбиваю миксером несколько секунд, чтобы ингредиенты между собой соединились. Добавляю сахар и продолжаю взбивать миксером на большой скорости примерно 2-3 минуты. Кстати, друзья, печенье получается достаточно сладким. Если кто-то из вас не любит сладкое печенье, количество сахара вы можете уменьшить. Теперь в миске соединяю пшеничную муку общего назначения, пшеничную цельнозерновую муку. Также добавляю разрыхлитель и добавлю щепотку соли. Все перемешаю и теперь эти сухие ингредиенты необходимо соединить с ингредиентами, которые у меня в миске. Делаю маленькую скорость, добавляю сухие ингредиенты и перемешиваю миксером до тех пор, пока они между собой не соединятся. Как только это случится, сразу же миксер выключаю. Мне осталось добавить овсяные хлопья. Это те, которые мы обычно варим на плите 5 минут. Также я добавляю изюм. Если он у вас твердый, замочите в горячей воде на 10-15 минут, затем воду слейте и добавьте к другим ингредиентам. И я еще добавила орехи пекан, которые можно заменить на грецкие рубленые орехи или любые другие. Все перемешиваю лопаткой или лучше это делать руками гораздо быстрее, чтобы ингредиенты распределились равномерно по тесту. Кстати, в это печенье вы можете добавить любые сухофрукты, какие вам нравятся, кусочки шоколада, шоколадные капли, любые орехи и каждый раз у вас будет получаться новое вкусное печенье. Отщипываю маленький кусочек, примерно как столовая ложка, делаю шарик, приплюскиваю его и кладу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Кстати, духовка у меня уже нагрета до 180 градусов по Цельсию или 350 градусов по Фаренгейту. Если вы хотите, чтобы печенье было хрустящим, выпекаем примерно 15 минут. Если мягким, выпекаем 10 минут. В общем, решайте сами, как вам больше нравится. Я буду выпекать 15 минут. Моя первая партия готова. Теперь положу печенье на решетку и дам ему слегка остыть и буду выпекать вторую партию. Хотя в теплом виде это печенье тоже очень-очень вкусное. Что мне очень нравится в этом печенье, во-первых, что здесь не так много муки. Во-вторых, что это печенье очень хорошо держит форму, оно не расплывается на противне, а по вкусу очень-очень вкусное. Сразу после выпечки оно слегка мягкое, но потом оно твердеет. Вот такое вот замечательное печенье. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы! Берегите себя и своих близких. До новых видео! Всем пока!